Сегодня у нас в гостях Шерлок Холмс 21 века. Он помогает полиции сажать киберпреступников. В 2016 году он вошел в рейтинг Forbes 30 до 30 и в рейтинг самых молодых влиятельных бизнесменов России. У нас в гостях основатель компании группа IB Илья Сачков. Илья, здравствуй. Привет, Ярослав. Вопрос к тебе первый. Такой ты буквально месяц назад был у президента Путина. Группа IB. Группа IB. 77 миллионов клиентов мы защищаем. 330 человек у нас работают. Средний возраст 26 лет. Ему ты сказал, что группа IB круче Касперского. Вот русская компания группа IB в пятерке. В 4 раза круче, чем Касперский. В чем и во сколько раз группа IB круче? В круче в том, что мы лучше обнаруживаем неизвестные вирусы. И делаем это в 4 раза лучше, чем аналогичные технологии лаборатории Касперского. И в целом наш технологический стэк, который мы начали делать, изначально группа IB, это патологоанатомы, которые расследуют. Мы же расследование делали от защищенных компаний, которые приобретали антивирусы у компании лаборатории Касперского, либо у любого другого антивирусного вендора. И в тот момент эти компании были уже настолько большие, и настолько они подсадили народ на миф о том, что антивирусы очень сильно нужны, очень сильно помогают, что им было в тот момент все равно, что они уже не ловят серьезные вещи. И мы начали делать кое-что другое, чтобы эти вещи детектировать. От Касперского не было никакого фидбэка? Ну, я могу ему давать платные фидбэки, наоборот, консультировать его. Вместо того, чтобы покупать здание, я бы проинвестировал в кучу стартапов, которые Касперский до сих пор не купил, насколько мне известно. Кто покупает здание? Ведь оборотка денег, которые уходят в здание, если вложить ее в… Ты про их офис. Конечно, это же самая глупая вещь. В тот момент, когда они купили офис, я понял, что теперь все мои основные конкуренты в Америке. Потому что это полная глупость. Если человек покупает здание в России из оборотных средств, для меня это уже не конкурент. Но это просто считается в инвестиционной модели очень просто. То есть, если бы ты эти деньги купил 10 стартапов в Израиле, 10 в Америке, 10… Ты нивелировал бы политические риски, общая капитализация. Либо даже если в свою оборотку нанять сотрудников. Ну, просто купить здание. Слушай, а насколько для тебя важно вот это одобрение проекта президентом, представителями власти? Это помогает в работе или к вам повышенное внимание появляется? Слушай, ну вообще одобрение – это не тот мотиватор, для которого меня работает. Если есть возможность показать свою технологию, там, либо конкурентное преимущество любому влиятельному человеку, я это сделаю. Но мне не важно будет его одобрение в этот момент. То есть, он может с этим поспорить и так далее. Если инженер может показать что-то своему президенту, мне кажется, это правильная история. Ее стоит политику в этот момент отмести и продемонстрируй то, что ты можешь. Но я это делаю не ради одобрения. То есть, у меня даже родители всю жизнь не одобряли, чем я занимаюсь. Поэтому у меня мотиватор одобрения, у меня другие есть внутренние мотиваторы. Что это за мотиваторы? Ну, справедливость, добро. Вот такие вот мотиваторы для меня важная история. То есть, мне, например, важнее помочь людям, которые борются за защиту животных, найти живодера, сделать это бесплатно, чем что-то другое, например. То есть, я получу больше удовлетворения морального из этого, и мои сотрудники тоже. А случились какие-то крупные сделки, может быть, заказы на ваши услуги после вот этого события? Так как мы... Я могу так сказать. У меня 200 человек приблизительно удалились из Линкдина. Удалились? Да, из моих друзей после этого. Какое-то количество людей удалилось в Фейсбуке. Я это могу понять, потому что у меня, я типа, 5000-ный аккаунт. И я не могу добавить друзей, если у меня 5000. И после фотографии с Путиным у меня там высвободилось сразу какое-то количество пространства, когда я могу добавить людей в друзья. У нас выручка со стороны государства почти равна нулю. И после этой фотографии она больше не стала. Поэтому наш основной клиент – бизнес, который хочет решить проблему. Пока у нас государство еще не такое проактивное, чтобы покупать технологии, которые мы делаем. Очень часто мы... Я уже понял, что я на это даже не хочу тратить время. У нас первое государство, которое купило у нас продукты – это не Россия, а Сингапур. Первые все наши клиенты по технологиям – это не российские компании. И поэтому у меня сейчас стратегия очень простая – философия самурая. Если кому-то будет нужно, он придет, купит технологию. Или, в крайнем случае, он придет, купит расследование, когда что-то плохое произойдет. Поэтому я не парюсь на эту тему. Вот офис в Сингапуре, главный, группа IB, он не испортит отношения с тем же самым, например, правительством. Ты недавно говорил в интервью, что у вас 65% заказов клиентов – это все-таки из России. Да, но это бизнес российский. И международный бизнес, который инкорпорирован в России – это не государственная выручка. В чем преимуществом? Английское право. Non-compete. Финансовый центр нейтралитет. Отсутствие коррупции на государственном уровне. Сингапур делает честные конкурсы. Сингапур позволяет нанимать людей в офис из разных стран. Сейчас мне в Москве нанять немца на работу – это огромная проблема с кучей документов. Принять платеж в Россию из зарубежного офиса какой-то компании – это семь кругов ада. Это печать, это валютный контроль и многие-многие другие вещи. Поэтому глобальная шап-квартира, она будет в Сингапуре. Моя замечательная команда, любимая, помогла в таких ситуациях в нашей стране найти злодеев, защитить критическую инфраструктуру. Много таких вещей, за которым мы не получили ни копейки. Поэтому у меня нет никаких… Я преподаю в Бауманке, я поддерживаю родной университет, я поддерживаю свою школу, я помогаю воспитывать детей. Если кто-то считает, что российская компания на данный момент может вести международный бизнес из России, и он мне это докажет, то я тогда готов с этим поспорить. Я могу сказать следующее. Если российские технологии хотят быть глобальным, то мне сейчас выгоднее это делать из Сингапура, и при этом Россия от этого не обеднеет. Все налоги, они будут, естественно, платиться в России при нашей структуре инкорпорирования. И интеллектуальная собственность, она разработана в России. Поэтому, вот если кто-то скажет, это не патриотичный шаг, но этот человек просто дебил, вот я так могу сказать. Сделайте мне условия, когда я могу принимать деньги на российский счет, и не объяснять людям, которые с 2006 года не используют печати, для чего это нужно нашему валютному контролю. И почему я валютному контролю должен доказывать, что я не шпион, принимая деньги не из России. Экспортирую российские технологии, блин, в лидирующие банки. Поэтому нет, сделайте, пожалуйста, систему, чтобы я мог нормально работать в России. И в России моментально глобальная штаб-квартира группа IB вернется, совместится с российской штаб-квартирой. В эту же секунду. Вот так вот. Вот так вот. Я хотел узнать у тебя такой вопрос. Ты сказал, что были дела, в которых вы помогли стране, и ни копейки за это не получили. Ты про это не рассказываешь? Что это были за дела, кого масштабы? Очень интересно такие детективные истории послушать. Это поиск убийц, это поиск живодеров, это поиск опасных преступников при помощи форенсики и интернет-технологий. Это поиск разбора сложных недетектируемых вирусов. Это история разных аналитических наших работ. Я могу сказать, что люди, которые особенно проходили по убийствам, они чуть-чуть опаснее, чем классические компьютерные преступники. Поэтому те следователи, которые нас привлекали, они об этом помнят. И, надеюсь, ценят наше участие в этих делах. Но рассказывать о них в данной конкретной ситуации в России я бы не стал. Хорошо. У вас был офис в США, насколько я знаю, но он закрылся. И у меня есть некая конспирологическая версия, я ее не проверял. Офис Касперского тоже там вроде бы закрылся. В Америке связано ли это как-то с политикой или это чисто бизнес? Ну, он у нас закрылся раньше, чем началась вообще история с политикой. Потому что мы сконцентрировались на очень простой вещи. Когда он у нас открывался, у нас был только сервисный бизнес. То есть это был 10-11 год, у нас еще не было технологий. И мы открыли офис США как первый международный офис, потому что хотели быть на рынке самых классных компаний. Они находятся в США. Когда у нас появились технологии и затраты, которые мы тратим на разработку, они стали очень большие. Мы поняли, что с точки зрения продаж лучше концентрироваться на рынках, которые за единицу времени дают максимальные результаты. Это Азия, Европа и Ближний Восток. Поэтому передислоцировали ресурсы США. Как раз европейский офис и то, что мы сейчас делаем в Сингапуре, и то, что мы делаем сейчас на Ближнем Востоке. С политикой это не связано. Мы не потеряли в США ни одного клиента. Мы защищаем пять из десяти наикрупнейших банков мира, в которые входят американские банки. Ну и многие исследования, которые выходят в США от имени государства, они ссылаются в том, что мы члены экспертизы группы IB. Это раз. Ну то есть конспирологической истории здесь нет. И если ты посмотришь на даты как раз, когда это все происходило, это еще происходило до Крыма. И что я могу сказать, как только мы сделаем то, что хотим сделать в Сингапуре, офис в Америке будет открыт заново. Просто у нас сейчас нет лишних ресурсов, которые мы можем на это потратить. С учетом того, что именно Forrester, ADC и Gartner, куда мы попадаем в нормальные позиции, это американские вещи. Мы вернемся на американский рынок, но мы для этого должны кое-что сделать правильнее в Сингапуре. Пройти этап какой-то, да? В интервью каналу Я Норм, Русский Норм, Елизавета Осетинская, ты сказал, что одним из принципов работы группы IB является твое личное уважение к человеку, которому вы оказываете услуги. И ты сказал, что если бы к тебе обратился Лужков, Батурина или бывший министр обороны, ты бы не согласился оказывать им услуги. А за что вот так Лужкова не любишь? За то, что он сделал с историческими зданиями в Москве, за тупые развязки, за абсолютное наплевательское отношение к городу, за воровство, беззастенчивое вместе со своей супругой. И это видит вся страна, и это просто позор для нашей страны. И мое поколение людей, кто уважает архитектуру, историю города, ну просто это никаким образом не разделяет. Так, ну то есть это вот есть типа воровство, а есть еще зло, не любовь к своей родине, не к истории. И когда это совмещается в одном, это мега зло. И вот просто там если меня вызовет Лужков либо Батурина в суд, я с удовольствием готов прийти с моими друзьями и архитекторами, мы все расскажем, покажем. А на тему финансов я даже не рекомендовал бы суваться. Человек, который умеет делать расследование, много что может достать. Поэтому и то же самое, у меня много друзей военных, то же самое я могу сказать про нашего бывшего министра обороны. То есть огромное количество людей тоже поднимут руки за то, что происходит. Я сейчас не театрально эмоционирую, я сейчас когда говорю об этих людях, я реально, у меня просыпается. У меня есть еще такой список, но он хорош тем, что он секретный. То есть и я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность совершать частные аресты. И тогда мы к этому списку перейдем. Либо когда будет какой-то... Сам вершить правосудие, да, хочешь? Слушай, ну если будет понятная история типа с концом света, и нам скажут, типа до конца света осталось 24 часа. У меня очень мало близких и родных людей, быстро их навещу, и потом у меня будет минута правосудия. Быстро-быстро-быстро что-то сделать. Может быть кажется, что я больной в этом смысле, но вот этот поворот в моей голове, он очень много позволяет вещей развивать, чтобы преступность ловить. Это устраивает наших сотрудников, они с этим готовы мириться, потому что я немного... А ты не ассоциируешь себя с каким-нибудь супергероем, там, Человеком-пауком в этой ситуации, то есть, черный плащ может быть? К сожалению, нет, потому что мы в России находимся. Человек-паук... Да, черный плащ это отличный пример. Черный плащ? Черный плащ, нет. Вот смотри, железный человек, да? Да. Это идеальный пример американской модели государственного частного партнерства. Человек, делая технологии, государство у него покупает. Вот я не могу быть железным чеком, пока у меня ничего не покупает государство. И говорят, это типа... К Путину надо чаще ходить. Я не уверен, что это такой правильный путь. Я думаю, что у нас Россия, родина великих инженеров, и решения должны приниматься не потому, что так сказал президент, или кто-то к нему попал. А потому что у людей есть логика. Вот это не работает, это работает, это работает лучше. Если это покупает Сингапур, почему мы не покупаем это мы? Посмотрите мой телемост с Медведевым. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, объясните, пожалуйста, почему все продукты, большинство инновационных продуктов, которые делаются в Сколково, покупают иностранцы, но не покупают российское государство. Это же парадокс. Вы же Сколково, наверное, делали, как в том числе, вот американскую силиконовую долину. Ну и там первые же контракты в основном государства. Типа видят классную технологию, максимально ее используют. И этот ответ, то, что ответил Дмитрий Анатольевич. Желаю стать следующим Касперским, чтобы не только с известной фирмой были отношения и у государственных структур, но и с другими структурами. Мне показалось, что это, типа, неудачная модель Сири. Если бы я знала, я бы вам сказала, чтобы вы обязательно включили меня в этот прекрасный день, и мы с вами съели по мороженому. Это отвечал не человек. То есть я не понял ответа, потом пересмотрел еще раз, посмотрел, не понял. И это, кстати, главная проблема, вот я считаю, там российских инноваций. То, что изобретено в России, первым должно купить государство. Мы по-прежнему ходим, типа, у нас история с импортозамещением, слышатся разговоры у нас о войне с Америкой. Большинство закупок американские технологии, которые имеют хорошие аналоги в России, дешевле и лучше. Я что-то завелся после Лужкова, мне нужно... Ладно, давай я переключу тебя на другую тему. Ну, поклонники, инсайдеры группы Айби показали мне вчера вашу нестандартную рекламу, где бомжи рассказывают про киберпреступления. Сейчас такой хайп идет на разные рекламы. Вот про Рибок мы снимали передачу. Я хотел тебя спросить, Илья, что ты хотел сказать этой рекламой, зачем у вас там бомжи, и удачная ли эта рекламная кампания? Мы сейчас ее посмотрим. Дело нового троя, криптону, доказал жаливый. 20 бачей за 1к. Так у них домен увели, похачили директник. Учетку слили, ДНС сменили. И все, трафик на новый хостинг. Потом домен подняли, сразу дидос пошел. То ли 7худ, то ли HTTP. Ну, это было давным-давно. История этой рекламы очень простая. Первый тезис очень важный. Мы на нее потратили ровно 0 рублей. Мой друг, КВНщик, снимал рекламу с этими же актерами, которые на самом деле не актеры, а самые настоящие жители нашего города, про КВН. И так как он знал, что я очень сильно увлекаюсь кибербезопасностью, он говорит, а давай будет смешно, если они будут говорить на ваши темы. Напиши какой-нибудь текст. Я написал текст, немного связанный с расследованием дидос-атаки, и они это прочитали. Могу сказать, что смешно было, наверное, только мне. Такой юмор существует. Периодически бывает, я выступаю перед компанией, либо перед большой аудиторией, и я рассказываю какую-то шутку, и смеюсь только я. Наверное, как и в этой рекламе. Но она мне до сих пор кажется смешной, и в ней есть пророческое, некие пророческие высказывания, которые подтвердились, и узкое количество специалистов, наверное, около семи их оценили и сказали, о, ты был прав. Ну вот ты понимаешь, что, например, в том же самом ютюбе, когда вбиваешь там Илья Сачков группа IB и начинаешь его смотреть, там будет твое одно интервью, другое интервью. А потом неожиданно всплывет вот эта вот история с бомжами, которые рекламируют борьбу с киберпреступностью. Они не рекламируют борьбу с киберпреступностью, они показывают, что люди любого образования уже в теме кибербезопасности как базовой ценности нашего существования. Потому что я считаю, что в пирамиду масла сейчас кибербезопасность очень хорошо попадает. Если, ну смотри, у тебя есть еда, у тебя есть жилье, но если, грубо говоря, твоя личная какая-то персдата, история твоего поиска, не знаю, чего хочешь, попадет к третьим лицам, ты себя будешь чувствовать дискомфортно. Если кто-то скинет твою поддельную переписку в интернет, и ты будешь оправдываться, что это не я делаю, это не я, Ярослав переписывался с кем-то там, тебе будет неприятно. Поэтому кибербезопасность у нас сейчас базовая, поэтому этот ролик, на самом деле, он кажется глупым, на самом деле он про то, что сейчас, если ты хоть как-то интегрирован, хоть какой-то ты гаджет используешь, ты должен знать основы компьютерной гигиены. И вот через такую, через такой парадокс, вдалекие, это, наверное, 10-11 год, мы хотели. Ну, никто не было кажется никакого. Ну, вот, но теперь это, мне кажется, должно повторить, не, ну, 10-11 год уже появились, и айфоны. Ну, я имею в виду этих-то персонажей. Поэтому он пророческий, но, возможно, он сейчас наберет вторую популярность, и там будет больше пяти просмотров. Там 32 тысячи просмотров. Триста, 32 тысячи. 32 тысячи просмотров, а когда дают золотую кнопку. Слушай, мне кажется, когда 100 тысяч подписчиков дают сереброе, но когда миллион золотую, это на этих подписчиков измеряется. Ну, понятно, но иначе не получится. Ну, все равно 32 тысячи просмотров, это очень неплохо. А как ты относишься к закону о суверенном интернете, который в первом чтении уже приняли в Госдуме? Я отношусь как русский инженер. Не может быть у нас суверенного интернета, если у нас нету суверенных технологий. Компонентной базы российской нет на данный момент. Кто бы что ни говорил, пока лучшие в мире процессоры, микрочипы и все остальное не российское. Пока Россия не будет экспортером какой-то технологии для обеспечения суверенности интернета номер один в мире, тогда говорить о суверенном интернете рано. Чисто инженерно. Нельзя сделать, ну, типа, суверенный интернет из несуверенных технологий. Вот. Поэтому я скажу, что на данный момент я технически не вижу возможности выполнить эту задачу. А за 20 миллиардов рублей, которые там заложены под это дело? Невозможно. Ну, за 20 миллиардов рублей невозможно построить Intel. Возможно построить дачу. Intel нет. Какая выручка у компании группы IB? Вопрос излюбленный такой. Не раскрываем. Не раскрывайте. До раунда. Не раскрываем. А раунд будет в следующем календарном году. Ну, вы растете? Мы растем очень хорошо. Мы прибыльны. Мы растем. Развиваемся за счет своей выручки. Полностью покрываем все наши инвестиционные проекты. Даже инвестируем уже в стартапы. Вопрос от бизнес-журнала Forbes. В чем ваше конкурентное преимущество, Илья? В том, что мы делаем технологии, которые позволяют преступлению не произойти по-настоящему, потому что мы очень хорошо понимаем преступность. Иногда наступаем себе на хвост бизнеса своими расследованиями. Потому что... Смысл такой, если преступника посадить в тюрьму, он не совершает преступление, и у людей пропадает проблема. Это называется честная информационная безопасность. Мы занимаемся честной информационной безопасностью, и люди это знают. То есть, не как антивирусная компания, которым выгодно, чтобы вирусов было больше, чтобы людей не сажали, чтобы политики не наговаривали, чтобы была истерия. У нас, если задача преступления, чтобы прекратилось, мы так сделаем. Какая маржинальность у вашего бизнеса? Такой классический вопрос. Сервисный бизнес низкомаржинальный. Я сейчас объясню, что такое сервисный бизнес. У нас сейчас где-то процентов 15, наверное, меньше выручки. Это расследование, криминалистика, аудиты. По безопасности, когда мы проверяем что-то. Он, наверное, 20% маржинальность. То есть, его съедает ФОД. Многие расследования мы в итоге делаем, так как мы не почасовая плата, а за кейс, мы иногда неправильно рассчитываем сложность и делаем в итоге в себе в убыток. Но нам это тоже иногда полезно, потому что мы благодаря расследованию понимаем, как меняется преступность. Для нас это частичка R&D. Технологии дают маржинальность от 50%. Соответственно, большие проекты, чем больше проект, тем больше маржинальность и используются технологии. Реально ли в России заблокировать Telegram все-таки? Этим летом интернет медленнее, там работал Google, через раз открывался, как раз когда шли эти все дела с блокировкой Telegram. Реально ли вообще это? Ответ технически можно, можно еще не технически. Ну то есть, не знаю, разрушить инфраструктуру Telegram, сделать что-то такое из ряда вон выходящего, там типа выкрасть дурова и пытать его. но... Ну это, кстати, мне кажется, самый простой и недорогой способ, да? Ну он незаконен, и наша страна такого не может делать. Ответ на твой вопрос технически возможно. Я не уверен, что целесообразно экономически. Илья, что ты даришь на 8 марта девушкам, женщинам? Что ты любишь дарить? Ничего. Я ненавижу гендерные праздники. Я считаю, что... Жмот. Я не жмот, я в другие дни лучше подарю, но гендерные праздники... То есть, вы понимаете про абсурдность? Вы поздравляете другой пол только потому, что сегодня какой-то день. И это не день победы, который понятный. День ветеранов. А когда... Там существует история Роза Люксембург, Лара Цеткин, борьба за независимость. Думаю, сейчас все эти женщины знают в чем суть этого праздника. Все эти женщины. Илья, мы сейчас накинемся на тебя. Я за... Я яркий борец за вообще полное равноправие. Я... Ярый антиэйджист, антисексист, антинацист, кто угодно. Поэтому точно... Но просто хочу сказать следующее. Житов от тебя не дождешься, короче. Нет, я не люблю я цветы подарю в любой другой день. Или бы в день, если у человека 8 марта, день рождения, подарю цветы. Но я не понимаю историю с гендерными праздниками. Объясните ее мне. И... Есть понятные истории праздника, да? Есть праздники со слезами на глазах. Типа вот праздник о катастрофе, в которой была наша страна 9 мая. Это понятный праздник с понятной историей, с понятной... который заставляет задуматься о чем-то. О чем заставляет задуматься праздник 23 февраля либо праздник 8 марта? Ну, я не знаю, но... лишняя причина сделать любимым там женщинам приятно. Ты можешь каждый день себе придумать любую причину. Да, но это, знаешь, под это выделяют выходной, у тебя удобно есть время всем уделить. Не знаю, какая просто традиция, мне кажется, нет? И на 23 февраля ты подарки не получаешь, о них отказываешься, потому что ты антисексист. Я, во-первых, не служил. Типа мой брат младший служил. Во-вторых, я... как бы сказать... Мне не нравится сейчас милитаризм. Мне не нравится милитаризм, и... Мне не нравится, что современные дети плохо учат историю. И когда... Вот на 9 мая я вижу людей, которые говорят, можем и повторить, хочется дать этим людям в морду, потому что эти люди не читали историю второй ударной армии, что было под Ржевом, когда несколько слоев... Амблокаду Ленинграда и прочее. Можем повторить, что? Когда труп страны кинут на победу, и только чудо помогло реально Всевышней нашей стране выиграть с огромным количеством жертв, которые ни одна другая страна не потеряла, повторить что? Вот это повторить? Я считаю, что война вообще никогда в жизни больше не должна происходить, и когда Киселев сумасшедший показывает, как мы будем бомбить США, мне становится страшно, что я вижу это своими глазами, когда 40 лет назад мы вроде как страна хотели от этого отойти. Мне становится страшно, где я нахожусь, и в этот момент, думаю, может, не посмотреть, может быть, у меня есть корни в другой стране, получить другой паспорт, потому что это просто это зашквар, есть такое слово? Есть. Никакой войны, это же, война, это анти-логическое, невыгодное для любой цивилизации действие, это всем понятно, но это понятно инженерам. Я понял, а вот инженеры, девушки, мужчины, инженеры чуть-чуть выше стоят, Илья, математика, это инженерная наука, она очень простая, вот там нельзя мухлевать, вот когда, типа, как компьютерная криминалистика, если у тебя есть образ жесткого диска, что бы ты ни делал, ты можешь всегда понять, как что-то произошло. Вот, война, это плохо, да, патриотизм, это хорошо, воевать за свою страну, это хорошо, но пропагандировать, что война, это что-то, что позволяет стоять интересы, я думаю, нет, в современном мире это дипломатия, это логика, это хитрость дипломатическая, вот что. Ну, скажут люди, что этот 32-летний дебил им говорит, а я вот, благодаря своему опыту по расследованию, я очень многих людей интересных в мире знаю, могу сказать, что, наверное, в этом что-то есть, чтобы никакой войны не было, и чтобы девушек и женщин мы любили не только 8 марта, а находили каждый день повод, чтобы им что-то подарить. Если вам не хватает воображения, зайдите на Яндекс, посмотрите, какой сегодня день, и подумайте, почему вам девушку бы не поздравить с днем взятия, не знаю, какого-нибудь города. Деба стиля. Да, ну, изучайте праздники Первой мировой, которая у нас тоже незазлужена, в стране забыта. В общем, 23 февраля Илья не признает, 8 марта просто презирает, но он очень любит наш конкурс в программе Forbes Digest и разыграет MacBook. MacBook Air и 10 экранирующих чехлов для смартфонов и мобильных телефонов за лучший сценарий двухминутного ролика, в котором играют неизвестные актеры, то есть привязка не должна быть к известности актеров, который раскрывает с юмором деятельность группы либо технологии, либо расследования за 2 минуты. Это должно быть формата смешного, такого экстравагантного ролика. Опять же, не привязка к актерам, не мультипликация, а интересный двухминутный сценарий для того, чтобы снять его на территории России. Лучше ролик мы, естественно, снимем и укажем автора сценария в титрах. Условия конкурса в описании. Присылайте свои сценарии в комментариях, пишите, будем выбирать. Спасибо, Илья, что пришел к нам. Спасибо. У нас в гостях был Илья Сачков.